и всем приветикими и секретики и выше в своем канале секрет ока сегодня с вами снова осилия и сегодня у нас входит видеоролик на тему обзор на новое обновление в только life world версия 1.78 всем хочу пожелать приятного просмотра но мы не будем затягивать и уже поскорее начнем погнали и что же у нас за обновление это пятизвездочный отель давайте узнаем что нового трехэтажный пятизвездочный отель уже здесь 84 предметов мебели 56 декоративных элементов 11 вариантов дизайна стен и 7 вариантов дизайна пола сейчас на экране вы можете увидеть в целом как выглядит все обновление но я думаю здесь многого не рассмотришь поэтому сейчас мы с вами все детальненько разберем и посмотрим поэтому обязательно досматривай этот видеоролик до конца чтобы все узнать и ничего не пропустить ведь именно в этом обновлении есть новая секретка о которой мы и узнаем и сейчас я уже буду обновлять току здесь также все для вас представлено все фрагменты и даже варианты обустройства этого прекрасного отеля и прикреплен выше трейлер ну а здесь вы можете посмотреть немножечко как выглядит этот отель снаружи очень даже красиво то есть он уже снаружи привлекает я бы сказала внимание и своим видом уже создает о себе впечатление такое прям вау приложение для скачивания других приложений есть также описание этого обновления но его мы зачитывать не будем так как времени тратить на это не стоит мы перейдем сразу к обзору обновления и хочу уточнить то что обновление стоит 349 рублей я уже купила обновление и сейчас мы будем обустраивать с вами этот прекрасный замок можно его так назвать потому что вы только посмотрите какой он большой огромный я бы сказала это просто трэш самое большое здание в токе сначала давайте рассмотрим его вот так внешне но мы видим что здесь три этажа соответственно может даже есть четвертый потому что видите такой есть чердячок потому что у нас также было только дачный домик и здесь третий этаж это чердак который вы тоже здесь казалось бы крыша просто нарисовано и все особо никак не заметно и изначально мы с вами посмотрим планировку нашего всего домика в целом это все его комнаты и прочее во первых когда мы только заходим ему мы сразу перемещаемся с вами на вход в этот отель здесь вот такая вывеска hotel где у нас нарисовано пять звездочек потому что это что правильно пятизвездочный отель также вот такие двери прекрасные и можно немножечко увидеть улицу и даже немножечко будет можно будет обустроить а также у нас есть вот такие окна в пол прекрасные колонны и посмотрите насколько сложно проектирование этого дома так как здесь есть много различных маленьких деталей вот такой лифт с тоже окнами то есть вы будете ехать на этом лифте и будете видеть все что за окном происходит если мы будем идти вправо то мы увидим еще вот такое окно в пол очень довольно большое и здесь вроде как было показано в трейлере был какой-то зал где проходили всякие вечеринки где люди отдыхали кушали и так далее в общем столовая давайте теперь пойдем левее посмотрим что будет там здесь у нас регистрация вот такой звоночек и сразу барный стол нам новый представлен ну и затем еще вот такое небольшое помещение здесь можно устроить прачечную наверное либо не знаю можно подумать над планировкой этой комнаты но здесь также есть вот такое окно роскошное в пол посмотрите здесь правда все такое роскошное что я прям в шоке теперь я предлагаю подняться на второй этаж хочу заметить что здесь двери не поднимаются что и так как выглядит второй этаж сначала мы пойдем левее пожалуй и так здесь у нас вот такая первая входная дверь также есть вот такой небольшой крючок думаю его а нет его нельзя убирать ну в общем здесь также вот такая есть скрытая комната это будем считать раз затем большая комната в которой есть вот такая скрытая комната и балкон то есть всего две комнаты по идее в принципе наверное на втором этаже у нас такой базовый номер и маленькая комната в принципе и внутренняя комната в принципе можно сказать не маленькая нормальная затем мы идем направо здесь у нас уже побольше коридорчик и также есть такой же крючочек тут табличка что человек спит и ее кстати никак нельзя поменять то есть ее можно будет вешать а можно будет не вешать и так дверь на распашку и поехали вот такая огромная комната окно в пол затем отдельно еще вот такая маленькая комната и все здесь даже без балкона как бы обидненько на самом деле кто-то лишается балкончика теперь предлагаю поехать на третий этаж и рассмотреть что там кстати хочу заметить что в коридоре также есть вот такая вставленная комната как бы маленькая то есть не просто вот такая прямая комната а еще она их уходит в угол то есть вглубь это тоже довольно сложно поэтому я хочу здесь поблагодарить разработчиков за такое прекрасное проектирование этого дома и за реально столь сложную проделанную работу не перестану восхищаться этим прекрасным отелем думаю короче здесь мы идем тоже левее тут комната комната нашей уборщицы где хранятся все ее вещи это всякие швабры туда-сюда и внимание здесь есть секретка вот такой мини-отель для крампита где есть еще вот такая статуэтка с сыром диванчик маленький вот такая кроватка то есть все прямо для крампита тоже такой прям отель-отель также левее мы можем увидеть огромную комнату с бассейном джакузи также здесь какой какой-то мяч свеча светящийся либо луна мяч луна не знаю есть еще подсветка в самом бассейне посмотрите какой он огромный в принципе балкон сам по себе очень большой и но это самый финальный балкон то есть самая высотка значит здесь не знаю что еще обсуждать есть окна есть обязательно заборчик чтобы никто не выпрыгнул так скажем теперь предлагаю пойти правее правее здесь есть вип-комната а значит вот такой балкон выход на балкон причем такие прозрачные двери о боже затем здесь нам спалили новую кровать вау это полотенца полотенца которые складываются так в лебедей это очень прикольно ой посмотрите также кровать можно менять на такую небрежную и убранную это очень интересно такого еще в токио у нас тоже не было это это очень прикольно также лепестки роз которые как я и говорила при нажатии можно положить как угодно можно положить как-то вот так небрежно вот так рассыпчато и вот так в виде сердца затем идем дальше следующая еще одна комната и она финальная последний это наверное большая ванна либо туалет но в общем здесь у нас пороскошный номер потому что видите что его объема в принципе больше чем остальные и все всего три три этажа то есть какого-то еще этажа четвертого секретного у нас нет только три этажа с еще секрет к одной это отель для крампита может еще найдем какую-нибудь секреточку сейчас в нашем паке мебели который также прикреплен к этому домику изначально мы с вами уже посмотрели наверное все обои но давайте их все-таки повторим и посмотрим еще раз поэтому переходим самый первый раздел это раздел обои у нас есть вот такие золотые обои похожие зеленые обои затем вот такие обои я сильно них останавливаться не буду так как все равно мы их все уже рассмотрели они в виде ромбика с пчелками полосатые обои зеленого цвета также есть еще вот такие наподобие золотых и зеленых розовые обои розовые обои полосатые розовые обои вот такие довольно люксовые бы сказала также вот такие голубые обои похожи на розовые тоже с цветочками тюльпанчиками как бы тут обои с лебедями и цветочками травкой какой-то полянкой также вот такие обои для ванной и туалета но еще у такие тоже виде ромбика С пчелками обои в виде уже такого золотого оттенка Желтого Раздели полы Вот такой новый пол Такой же, как и розовый Такой же, как и розовый, есть зеленый Такие три вида полов, но только разного цвета Вот этот прекрасный, роскошный пол Мне очень нравится Затем вот такой, тоже очень красивый, матовый Как бы я сказала, либо как ковер выглядит на самом деле Еще вот такой золотой, белый в клеточку Вот такой пол Это уже для ванной И все На этом наши полы закончились В принципе, их очень даже достаточно Но я не меняю свое мнение Вот этот пол и вот этот самый лучший, как мне кажется Давайте оставим черный для такого контраста Теперь предлагаю перейти в раздел спальни И рассмотреть сначала ее Добавили четыре новых кровати Одну первую розовую мы с вами уже увидели Вот такая следующая кровать Это синяя Она односпальная И также двуспальная кровать Она уже серая И еще вот такая кроватка для малыша Посмотрим Они также могут небрежно вот так выглядеть Как вы можете заметить Это на самом деле вообще классная топовая анимация Но если будут делать такое обновление дальше для других кроватей То это будет очень круто А вот для малыша, кстати, такого не добавили В комодах нам добавили вот такие два комодика Один розовый, другой белый Также добавили вот такой столик маленький И еще два туалетных столика Один вот такой розовый и другой вот такой белый Какой хотите? Я бы, конечно, взяла розовый В разделах картины нам добавили всего три картины Как это мало даже Ну, в общем, вот такая первая картина с мышкой Вторая с розами И еще одна картина с прекрасным видом На какую-то поляну И, кстати, ни одна из них не содержит никакой секретки Но картина очень красивая Их всего лишь три Итак, полочки В полках нам добавили вот такой сейф С золотой Также добавили полку с крючками Затем вот такую вставную полочку Как бы стеллаж даже Полочку с двумя полочками Которая у нас идет с потолка И еще вот такую обычную золотую полочку Следующий раздел это шторы В шторах нам, конечно, тоже кое-что нового добавили Это вот такие шторы белые Также еще вот такие шторы Какие-то навесные наверху Но это для красоты больше Шторы, кстати, обычно Они вот так закрываются И это даже не шторы, а тюль Также добавили вот такие еще розовые Интересно, они как-то... Да, они вот так собираются И они довольно маленькие Поэтому их лучше сочетать вот с этими белыми шторами И еще можно сделать даже их побольше таким образом Можно обширнее сделать эти все шторы Ну, вот так Также еще есть вот такая аналогичная Оранжевая, так скажем На весной шторке розовая Ой, это не оранжевая, а золотая Извиняюсь Также еще в коврах нам добавили два ковра новых Вот такой красивый, милый Розовый ковер Также добавили вот такой зеленый Золотой ковер Ну, тут выигрывает розовый И раздел шкаф Самый последний раздел в разделе спальни Вот такие шкафы Два Белый и розовый Посмотрите Здесь есть вот такая полочка с тремя плечиками И также идут потом две полочки И еще нижняя, как бы третья полочка Они немножко разные Если смотреть на них снаружи А если внутри, то они абсолютно одинаковые Также вот такие два комода Они также абсолютно одинаковые Просто розовый как-то элегант Элегант не выглядит, чем белый Он как-то простенько Видите, тут ножки звильстые такие Следующий раздел это раздел туалет Ванна Для такого мы специально перейдем в такую комнату Здесь добавили вот такую огромную ванну джакузи Также добавили душ Ну и вот такая пена у нас жесткая Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи Это факт Также добавили вот такую стойку Она опять прозрачная Все Идем в раздел туалет В туалетах добавили вот такой золотой туалет Ну, чего и следовало ожидать В порванных обоях нам ничего не добавили, наверное В разделе раковины добавили вот такую золотую раковину На четырех ножках целых Это просто трэш Также в разделе зеркал добавили вот такое новое золотое зеркало Тоже очень элегантное Если посмотреть в принадлежности для ванны, то здесь добавили одежду, представьте целую, одежду в току, в креатор. Это вообще русско. Во-первых, вот такие всякие какие-то масла, либо это шампуни, которые выдаются, наверное, дополнительно при покупке номера. И вот такая губка. А, нет, это мыло, прикиньте, мыло в упаковке даже. Вот это трэш. Очень классное мыло. У нас впервые, по-моему, вот такое прямо ручное мыло. Также добавили вот такие наборы халатов и полотенец. Также вот такие полотенца, которые можно сложить в этих лебедей. Но можно взять вот такие обычные полотенца, но в принципе они ничем не отличаются, если их вот так вот взять, посмотреть. Просто эти складываются в таких лебедей, а эти не складываются. Еще дополнительно коробочки получаются у нас новые. Здесь же вот такие два халата, они абсолютно одинаковые. И для малышей тоже вот такие два халатика даются. Ой, ну это, конечно, вообще круто. Мне прям нравится, что нам добавили халатики прямо в Креатор. Также добавили вот такой новый пылесос. Вы только посмотрите, что это вообще за машина. А также добавили вот такую передвижную штуковину с мусорным ведром, с полотенцами. Здесь сразу же халатики тоже идут. Но это, в общем, для должности уборщицы. Что-то не могу я ничего нормально здесь положить, извиняюсь. Тяжело, тяжело складывать это все. Ну, в общем, вы поняли, да? Следующий раздел раздел кухни. О, боги, здесь добавили вот такой холодильник с новой едой. Вот такой пакет воды. Это пакет воды. Пакет сока апельсинового. Что-то он какой-то мутный. Вас не смущает это? Так, это маленький у нас, значит, маленький физ. Вот такой вот, аналогичный. Хорошо. Также шоколад, чипсы. Опачки, маленький сырок. И вот такие палочки какие-то. Я не знаю до сих пор, что это за палочки. В гарнитуре. Нам не добавили новый гарнитур здесь. В столах нам добавили много столов. Вот такой большой стол. Вот такое тоже. Достаточно большой стол, только он уже не круглый, а прямоугольный как бы. Затем еще вот такой маленький круглый стол. Еще барная стойка. Ее мы с вами тоже уже видели на регистрации. Ну и еще вот такой поменьше круглый столик. Накрытый также скатертью. И специальный столик, который можно вот так перевозить. Или точнее на нем носить блюдо. Вот в этой тарелочке прикрытые вот этой тоже штучкой. В разделе стулья нам добавили вот такой стул для малышей. Вот такой стул уже для взрослых. Дяденек и тетенек. Также вот такой стульчик без спинки. Еще один стульчик без спинки. Еще один стульчик без спинки, но повыше. Также вот такие пуфики. Два пуфика. Все. Вот такие стулья у нас в этот раз. Затем в разделе всяких приборов кухонных. Нам тут вообще кучу всего классного добавили, я вам так скажу. Во-первых, посмотрите. Здесь вы можете сделать свой коктейль. Посмотрите. Вы добавляете ананас. Вы добавляете яблоко. Вы добавляете голубику. Берете стаканчик, который здесь не скачаемое количество. Вот так подставляете. Нажимаете play как бы. И все. Вам наливается это смузи. Прекрасное смузи. Вы посмотрите. Вы можете здесь делать абсолютно разные коктейли. Это же круто. Только посмотрите, какой бак. Опачки. А где у нас коктейльчик? И вот появился коктейльчик. Точнее, стаканчики. А вот пропадают. Также еще добавили вот такую специальную штучку, где можно хранить еду. Да, и чтобы она не портилась, я так понимаю. Еще подносы. Такие железные. Небольшой железный охладитель еды туда. Ну, креветки можно положить даже. И поставить куда-то на стол, чтобы люди могли на них смотреть и любоваться, допустим. Добавили вот такую ложку. И вот такую тоже посуду, уже обычную. Не такую, как ложку. Это вилка золотая и золотой ножик. Также добавили два вида тарелок. Первый вид тарелок у такой большой, второй более маленький. Но они одинаковые со звездочками. Еще добавили вот такие бокалы и вот такие чашки. Также добавили вафельницу. И посмотрите, теперь можно прям реально делать вафельки. Вы нажимаете на вот эту зеленую кнопочку. Спустя время вафельница вам делает, ну, прям вафельку. Реально вафельку. Но вы не сможете приготовить две вафельки одновременно. Нужно вот так убирать и заново потом готовить. И видите, тут тратится это дело. А если мы удалим, то прибавится. Все хорошо будет. И еще добавили кофемашину, вот такую нам в Току. Можно брать вот такой стаканчик и наливать кофе. В общем, здесь меня прям этот раздел порадовал. В разделе напитков нам добавили вот такой новый томатофис. Который раньше у нас уже был в Токе на самом деле. Вот такой напиточек, либо мороженое, что-то смузи. Давайте силию достанем. Силия у нас на новогоднем. Ну, в общем, это напиток, по идее. Ммм, вкусненько. Я бы такое в жизни выпила. Но я думала, что это мороженое. Также добавили вот такой еще напиток, коктейльчик. Мне он очень нравится. Самый эстетичный напиток в Токе. Смузи. Смузи клубничное. Я такое пью каждый выходной в реальность. И еще добавили вот такую кружечку и чайник. Давайте посмотрим, какой чай. Эй. А, это маленький чайник. Простите. Я извиняюсь. Давайте попробуем налить чай и посмотреть вообще. Ой, это сливки, что ли, какие-то? Это какие-то добавки, наверное. Сливки, я не знаю. А что чай такой? Мутный, крепкий чай, видимо. Переходим в раздел еды. Потому что там мы все рассмотрели. В разделе еды нам добавили вот такие устрицы. Также отдельно вот такой бекончик. Отдельно добавили еще непонятное тоже что-то, какой-то продукт. Вот такое блюдо целое. Это картошка фри и гамбургер прям вместе, понимаете? Также вы только посмотрите, что нам добавили. К сожалению, но только совместно. Вот это все, это фрукты всякие, грейпфрукты, цитрусы, всякие, мята, банан порезанный, клубничка. Очень жаль, что все это добавили именно вместе, а не по отдельности. Я думаю, если бы добавили по отдельности, то было бы более как-то эпично. Также добавили икру, что я считала за корм. Ну ладно, это икра. Но икра у нас только черная. Было бы прекрасно, если бы еще была другая икра. Добавили также вот такую двойную тарелку. Двухъярусную, я бы так сказала. Здесь есть вот такой сэндвич. К сожалению, сэндвичи можно только вот в таком состоянии сделать. То есть вы не сможете сделать сам сэндвич из продуктов, которые у вас есть. Только если брать вот отсюда из креатора, из именно этого блюдца. Ну и также еще добавили вот такое роскошное блюдо. Угощение в корзиночке. Упакованное его можно распаковать. Здесь будут вот такие конфетки, виноградик, бананы, ананас. Вот такие еще всякие цитрусы тоже прикольные. И бананы как раз-таки у нас впервые появились в креаторе. Их можно порезать. И сделать вот такие маленькие бананчики отдельно. Это очень круто. Так, цитрус. Тоже, надеюсь, можно порезать как-то. Ага, посмотрите, как красиво. В раздел гостиной что мы увидим в диванах? Здесь мы увидим вот такой лежак. Также вот такой пуфик невысокий. Диванчик тоже невысокий. Вот такие кресла. Первое это розовое. Второе вот такое золотое. В раздел лампочек давайте перейдем. Ой, ё-моё, что здесь-то? Куча всего. Надо было потом в этот раздел заходить, но уже не важно. Вот такие лампы нам добавили. Две золотая и розовая. Но они также разные между собой. Лампа, которая на полу стоит, напольная. Вот такая лампа шар, мяч. Я не знаю вообще, что это за светильник. Такой в виде чего? Луны, наверное, всё-таки. Затем ещё добавили вот такую люстру прекрасную, золотую. На стены светильник, лампа. Затем напольная такая же лампа в виде розы. Такой же, как и белый светильник, только розовый. Такая же люстра, как белая, только розовая. Ещё и с розами в виде роз, точнее. Напольные свечки. Стойка со свечками, наверное, так будет вернее сказать. И ещё, прям из пола, вот такие лампочки. Можно включить прожектора. Ой. Кстати, свечки включаются все вместе. То есть по отдельности не получится включить. Ещё у нас добавили вот такую люстру. Также в виде свечек. Очень красивая люстра. Прям роскошная, я бы сказала. Вот такая лампа, светящаяся лебедь. Прекрасно, прекрасно статуэтка. И ещё вот такие лампочки, которые уже у нас только наверху можно их располагать. Давайте перейдём в раздел перегородок. Здесь у нас вот такая сцена. Есть специальная сцена. Есть ограждение. То есть это вот такие красные ниточки и столбцы. Затем вот такие статуэтки. Либо что-то колонны. На них, кстати, можно какие-то предметы ставить. И вот такой камин. Посмотрите, очень красивый камин. Выглядит прекрасно. В разделе коробок нам добавили вот такие чемоданы. Немного чемоданов. Розовый самый классный чемодан, я считаю. Но ещё вот такие чемоданы различные. В общем-то, здесь тоже долго останавливаться не стоит. Раздел растения. В растениях нам добавили вот такое растение довольно большое. Также вот такая пальма. Огромная пальма. Ещё и с цветочками. Ещё и обвешенной лианой. Затем вот такие маленькие комнатные уже растения. Ну, они все комнатные, в принципе. Что уж я тут разделяю их так. Но вот эти розы, они прекрасны. Вот эти цветы тоже прекрасны. Вроде орхидея. Также вот такие цветочки тоже очень мне нравятся. Ну, это обычное растение лепестковое такое. И вот такие маленькие цветочки тоже безумно красивые. И в золотой вазе. Ой. Мне куда-то повело. Ну, в общем, все цветы классные. Мне нравятся. В разделе праздника нам добавили вот такое украшение новогоднее. Единственное, по-моему, новогоднее украшение в Токио. Ну, вот в этом паке мебели. Ну, ещё вот такое, может быть. Да? Тоже новогоднее. Ну, и также есть ещё вот такие новогодние игрушки. Это не лампочки. Прям новогодние игрушки просто. Больше здесь из новогоднего ничего нет. В разделе глобуса у нас есть эти лепестки роз. Зачем их добавили в раздел глобуса? Это уже, конечно, у меня вопрос. Следующий раздел. Это игровой раздел. В разделе компьютера, либо техники. Нам добавили вот такой компьютер, который у нас повёрнут экраном в стену. Его экран мы не увидим. Видим только стикеры всякие. И также вот такой телефон. Катя, возьми телефон. Это он. Это он. Кнопочный телефон. Это комнатный телефон. В разделе стоек, всяких, либо вывесок мы можем увидеть вот такую вывеску сна. Не беспокойтесь, я сплю. Также специальная комната 301 на третьем этаже, в которой мы сейчас и проводим этот обзор. Две комнаты есть, которые у нас добавлены, так скажем, именно в этот дом. Это 238-й, 239-й. Вы могли эту табличку увидеть внизу, когда я делала обзор на комнаты. Также добавили вот такую табличку. Отель. Ещё вот такая вывеска, которую мы видели в начале. Её, оказывается, можно убрать, получается. И ещё добавили вывеску выхода. Это очень классная вывеска. Мне нравится эта вывеска, прям очень. В разделе радио нам добавили вот такое радио. Давайте послушаем, может здесь какая-то новая музыка? Нет. Нет. Нет, ничего нового абсолютно. Просто старое радио, но выглядит красиво. Также добавили рояль и вот такой микрофон. На рояле можно, кстати, вот так вот что-то играть. В разделе игрушек нам добавили вот такой матрас в виде лебедя, либо надувной круг. Если мы заглянём в раздел швейной машинки, я буду его так называть, здесь добавили звоночек. Также добавили печать ключей. Вот это специально для комнат. Видите, он даже пищит, когда его подносишь к двери. Типа можно открыть и закрыть. А также ещё добавили вот такой специальный стеллажик с ключиками. Вы можете также достать отсюда ключи и повесить другие ключи абсолютно. Какие захотите, в общем, да. Но ключики все разные, видите. Смотрите, серебряный, только бронзовый и золотой, с сердцем прямо. Следующий раздел это битый баскетбол. Здесь, естественно, ничего нет. Это вообще не подходит, этот раздел для данного обновления. Последний раздел. Уличный. Здесь, вероятнее всего... А, нет. Вот в разделе вот этого фургона есть столик маленький такой с зонтиком. А также есть прекрасный фонтан. Вы только посмотрите. Это что за чудо? Постоянно работает. Молодец, фонтан. И я так понимаю, на этом всё. Ну что, секретики, на этом наш видеоролик подходит к концу. Да, к сожалению, мы с вами рассмотрели всё, что было в этом обновлении. И я надеюсь, что я вам показала всё. На самом деле, очень надеюсь на это, правда. Пишите в комментариях, если что-то не показала. Сама для себя что-то новое, может, узнаю. С вами была я, Силия. Вы были на моем канале Секретока. Обязательно в пятницу ждите обустройство этого всего отеля. Я очень надеюсь, что у меня хватит нервов обустроить этот отель, потому что здесь явно придётся иметь очень много терпения и сил, чтобы его обустроить. Домик громадный. Обновлению однозначно ставлю 10 из 10. Глобальное, прекрасное, очень хорошее обновление. Отличное, я бы сказала, не очень хорошее, а отличное, безупречное. Потому что здесь очень трудная работа, правда, от разработчиков. И мебель шикарная, всё очень красивое, такое элегантное. Я думаю, это самое лучшее обновление, самый лучший домик за, в принципе, всё время, наверное, вот Токи. Это просто разнос, я так скажу. Ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик, разбор, если оказался для вас полезен. Если для вас оказалось полезно это видео. Я думаю, что цена полностью оправдывает это обновление, потому что, ну, здесь работы явно немало. Также не забывайте подписываться на мой канал, мне очень приятно. Тем более, нас уже 478 тысяч. Это огромное количество людей, которые меня смотрят, которые на меня подписаны. И я очень рада, что столько людей уже на меня подписано. Это очень круто. Но всё равно очень многие смотрят меня без подписки. Так что я советую вам подписаться. Вы можете не включать уведомления, если не хотите, чтобы в какой-то неопределённый момент вам пришло уведомление Секрет Оки, да. Вы можете не включать колокольчик. Ну, а кто, наоборот, хочет, чтобы узнавать о видео самым первым, то обязательно жмите на колокольчик. Потому что именно так вас YouTube будет оповещать о моих видео. Так что жмите на колокольчик, подписывайтесь. И тогда всё у вас в жизни будет чики-пуки. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.